Соловьёв Великие Московские царства созданы татарами. Посленно да, потому что... Почему бежали в Москву? Почему Москва... Какую роль Москва-то играет? Почему Киевская Русь бежала в ту сторону, на север? Киевская Русь бежала из степи в лес. По лесу татарская конница не проберётся. А Москва была за лесами, за глухими лесами. И поэтому там выросло три поколения людей, которые не знали мистического ужаса в крови перед татарами. Поэтому они пошли на эту битву Куликовскую в 1380-м при Дмитрии Донском. А вот эти богатыри не правда были, которые мы знаем? Знаете, что я... Откуда же это? Да всё правда, я думаю, это было. Такие были люди. Но здесь мысль-то вот какая. Что ты перестал бояться. Ты перестал смотреть на них, как на... Ну, вот, понимаете, налетают, истязают. Ужас. А ты начинал смотреть, ага, вот их слабые места, вот мы их знаем, мы их узнали уже. Тем более многие христианство приняли. Тем более правитель приголубил, поселил в Кремле их цвет. В общем, много было таких политических моментов. Церкви они хранили, церкви роль свою объединительную сыграли. Но это всё равно было огромное разорение страны. И до сих пор, что до сих пор продолжается, наши всё... Дальнейшие наши все правители, они стали вести себя как ханы. Казнить народ, уничтожать целое селение. Грозный, я имею в виду, Пётр, я имею в виду. Никакой хан так не разорял, как они разоряли. Это то есть, понимаете ли, они оставили такой вот след, такой прецедент. Вот у нас сейчас ездят наши правители по деревням нашим. Ну, почему? В Европе садик у каждой избы, у каждого домика. Домики все... Коттеджи там, а не домики. У нас непременно лужа. Ничего не растёт около домика. В огороде лук растёт. Понимаете ли? Это всё с тех пор. Сначала налетали ханы, всё топтали, выдёргивали. Но потом, вы знаете, в том же плане действовали правители. Вспомните все эти продразвёрстки. Налетают и отбирают всё, последнее зерно. Вспомните там времена Хрущёва, который обложил налогом яблони и эти... Вишни. Порубили всех. У нас никак не обрасти. У нас никак не успокоиться. У нас никогда нет гарантии. Сейчас, пожалуйста. Что-то решили дорогу прокладывать. Да тьфу тебе на этих людей, которые тут живут. Сколько уже печальных вещей нам с этого... с сочинских... просторов. Вы понимаете, что... Ну, нет уважения к одному человеку. В принципе, нету. Единица в двор, единица ноль. И это всё коренится в нашей истории. Как поэт сказал, богатыри не вы. Некрасов писал. Как молод был, ждал лучшего. Но лучшее как-то оборачивалось или ничем, или горем каким-то. И стал бояться нового, богатого посолами, неверующий в власть. Ну, такая есть, крестьянина у Некрасова. Он уже не верит. Никакое будущее, никакие посолы, никакие обещания. Нету веры уже такой. С какой стати? Когда захочет отнять, то он отнимет. Придёт и отнимет. Ему никто не указывает, никто не удержит. Никакой силы нету против. То есть, понимаете ли, это история. Я вам только просто факты такие говорю. Ну, где миновало, где эта ига миновала, то там что-то интересное, там развитие. Это имеется в виду, например, Украина. Там не было, Украина, особенно западная Украина, там не было крепостного. Там же крепостное право ещё было у нас. помимо ига, ещё своё ига, когда человека можно было купить, продать в рабство. Этот Владимир Соловьёв написал, такие философические письма у него есть. В первом письме написал, почему с принятием христианства в мире кончалось рабство, а в России оно возникло именно с принятием христианства. Ну, при Борисе Годунове окончательное закрепление народа было. Пусть, говорит, православные объяснят этот феномен. Почему у нас рабство расцвело пышным светом именно тогда, когда христианство было на Руси. Пускай нам и объяснят это. Понимаете, как? Поэтому это такое вот исторические грехи. Никто не возражал, никто голоса не поднимал за народ, потому что церковь и власть были едины. Где церковь соединяется с государством, там церковь перестаёт существовать. Это исторический урок. Факт такой. Где церковь объединяется с государством, там церковь перестаёт существовать. То есть, видите, вот это татарно-монгольское нашествие, культурные, религиозные последствия этого. Ну, вот и вам так старался изложить. Теперь, слушайте, какая интересная вещь. Это тоже закономерность. когда сила приходит разрушительная, то и тут интеллигентный культурный народ. Преимущество победы за кем будет? За грубой силой. А потом где выше культура, она берёт вверх. вот это получилась с татарским нашествием. Я вам привела эти примеры с хатой, с баней, с огородом, с оседлой жизнью, потому что взяли себе русские жены, а это казалось чревато очень большими последствиями. То есть, понимаете ли, происходит переработка, я не знаю, каким словом сказать, переваривается этот народ, усваивается этот народ, ассимилируется этот народ. Я говорю вам такие мысли для дальнейших размышлений весь этот курс. Это всё будет размышление у нас о России, о путях её, о вере её. И, знаете, вот этот же профессор Бачинин, который написал на этом же материале Альманаха, он написал книгу «Византизм и евангелизм», он его последняя книга вышла «Национальные идеи России», где он говорит, что нету пути для России, пока она не примет Христа. Вот такая мысль этой книги. Опять там у него исторические идёт факты, потому что иначе будет мрак и студень, студень, я имею в виду, когда ничего определённого нету, хребта нету, понятия нету, не пойми, что. Так вот, поэтому, значит, что татары они не тронули нашего православия, оно осталось. татары татары в общем-то считаются так, не влияли на нашу экономику. Но как же не влияли, когда они много разрушали? Они не влияли на государственное устройство. Они просто использовали наших князей, они кого-то, те князья, которые помогали им собирать дань, они лично их освобождали, их удельное княжество освобождали от налогов. И вот в 1480 году так это всё фантастически кончилось. Ну, и впереди у нас, впереди у нас что, тема не возьми, она всё фантастическое. нашествие, оно задержало развитие России в каких отношениях. Вы знаете ли, развитие Европы шло городами. Строились города, и каждый город становился государством. Ну, вот в Швейцарии, это я сама своими глазами видела, каждый город как государство. Маленькая Швейцария, крохотная. Но там сколько-то кантонов, кантоны, какие-то административные деления, в каждом кантоне свой язык, своя деньга, свои законы, и свои центры. я жила и училась я в швейцарской семинарии баптистской, летние курсы, летнее обучение, и в Цюрихе, около Цюриха, это была немецкая часть, Цюрих был центром, но было другое место, Женева была центром, понимаете, или Страсбург был центром. Так вот, это вообще принцип развития Европы городами. В городе развивалось ремесло, были гильдии, то есть были объединения ремесленников, которые защищали свои права, ну, как бы, как профсоюзы. каждый город был независим и дееспособен. Если бы даже всю страну взяли, враги, у него есть своя промышленность, свои источники провианта, понимаете, как? Вот татарское нашествие, оно у нас оставило в зачаточном состоянии развития городов. Города они разрушали. Вот Москва, вот Новгород. То есть вот этого развития городов, самостоятельного стояния городов, они подорвали вначале, они не развивались, а потом уже правители наши, цари, они уже намеренно не давали развиваться конкурентам на местах, чтобы не было потенциальных других там царей, властителей, понимаете, как? С этим связана будет опричнина Ивана Грозного, ведь правили у нас Рюриковичи, это вы знаете, да? И Рюриковичи кончились с Иваном Грозным, и он сам подсёк своё древо, убив одного сына, погиб другой, третий оказался недееспособным, Фёдор. В общем, понимаете ли, как кончились Рюриковичи, потом будут у нас Романовы. Но вот Рюриковичи, это же были всё одна семья, и поэтому произошло вот это страшное дело, когда Иван Грозный уничтожал своих сородичей, чтобы не было никого в этом роду Рюриковичей. Это единственный царь во всём мире, который уничтожил один класс, бояр, и насадил другой класс, дворян. Ну, это мы связи с Иваном Грозным, потому что там во время Ивана Грозного тоже будут движения у нас, мы будем об этом говорить. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чём молиться и как пожертвовать вы можете узнать на сайте www.tvseminary.com Вот это, значит, значение нашествия. Оно, это нашествие задержало наше развитие как государство. И теперь слушайте, какое ещё значение имело это нашествие. Важнейшее. Ведь мы эти орды не допустили до Европы. Об этом тоже в письме Чиадаев пишет в этом первом. Россия спасла Европу от разорения, от татарского нашествия. через нас не перемахнули. На этих просторах они у нас закончились. Вы понимаете так была заложена интереснейшая традиция для нашей страны, её предназначение даже, это защищать Европу. Мы не допустили наполеоновского вторжения, вернее, справились с Наполеоном, который захватил всю Европу, потом с Гитлером. Вы понимаете, это нечто предназначения спасать Европу. И у меня, если так геополитически мыслить, у меня понимание такое, что с момента образования Европы, христианизации её, Бог спас её от арабов, арабы не завоёвывали ничего в Европе. Они были остановлены в Испании, они были остановлены в Византии, эти клещи. Они же захватили весь мир, арабы. И вот эти клещи могли замкнуться, крак, и Европа бы не стала. Вот с одной стороны и другой стороны. Они были остановлены тоже фантастическим образом, не допущены дальше, и Бог начал заниматься Европой. Там будут развития городов, промышленности, национальных государств, там будет развитие всего того, что я прочитала административные устройства, структуры социальной защиты. То есть, понимаете, там будет все это обдумано, это у Европы. И я нашла в Библии такие обоснования. Помните, Израилю говорит Господь, отдам другие народы за Тебе. Отдам другие народы за Тебе. Но потом наступит время, апостол Павел напишет в Римлянам 11 главе, что народ отвержен, пока не войдет полное число язычников. То есть, его Бог отдал за нас. Понимаете, вот этот принцип искупительности, он очень сильно действует. Ну вот, значит, на этом у нас сегодня тема наша заканчивается. Спасибо. Редактор субтитров Субтитры подогнал «Симон»